Снова я буду у вас в роли повара, как вы и просили. Пока вы просите, я буду это дело и продолжать. Я уж, если не мастер, то слесарь кулинарного дела точно. Третьего разряда инструментальщик. И вы меня попросили под прошлым видео в комментариях что-то испечь пирожки. Осложнить мне, так сказать, задачу. Поэтому будут не пирожки, а сосиски в тесте. И вы у меня спросите, а где же, собственно говоря, у меня сосиски на столе? Да они нахрен не нужны. Мы сейчас пока приготовим тесто, а потом достанем сосиски. Сейчас пока сосиски нахрен нам не нужны. Нам сейчас тесто надо сделать, дрожжевое. А потом мы уже будем делать сосиски в тесте. Сначала месим тесто, и всё мы делаем очень быстро. Друзья, если кому нравится ролик, обязательно пишите об этом в комментариях. Я буду продолжать дальше снимать. Не нравится, значит, не буду снимать. Начнём с чего бы начать-то. Туда, сахар чуть-чуть нас. Берёте тесто, обязательно просеете. Если меня смотрит мужчина, они такие люди, весьма обычно ленивые. Они не просеют и тесто накидают. Не получится нормально. Тесто обязательно нужно просеять. И обязательно дрожжевое делайте. И обязательно делайте так, как я делаю. Ложечки две, чтобы по-быстрому было. Мы дрожжей столовых сюда кинем, в уже просеянную муку. Две ложки вполне достаточно. Чтобы быстрее было, обычно ложку. Но я две делаю. После этого молоко чуть-чуть я уже подогрелся, чтобы время не тянуть. Молока булькнем. На молоке мы сделаем с вами. И пустим сюда. Сейчас, прибухну маленько. Вроде не протухло. На распродаже купил молоко самое дешёвое. Потому что мне никто не донатит ничего. Миллионеры меня смотрят, но мне никто ничего не донатит. Вот я на распродажах и покупаю тоже столовую ложку. В основном мой контингент какой? Мой контингент это мужчины меня смотрят. Мужчины, от которых жёны ушли, и они хотят чему-то научиться. И семейные люди меня смотрят. И несемейные люди меня смотрят. И меня смотрят. И женщины смотрят. Все меня смотрят. Тесто нужно хорошенько размешать. Мы размешали тесто, перемешали, перемесили. Чтобы ничего не заляпать, камеру выключил. Всё это заняло минуты, наверное, две или три. Если без видеосъёмки, весь процесс занимает у меня в три-пять раз меньше. Если без видео. Мы кладём это тесто в пакет. И можно на батарею положить. Можно куда-то в тёплое место. Можно ближе к батарее. Что я и сделаю. Ложим в пакет. И ближе к батарее, пока оно не поднимется. Когда же оно поднимется? Когда станет в два раза больше. А тем временем, как мы положили к батарее тесто, идём играть в компьютерные игры где-то на часик. И через часик мы начнём катать сосиски. Тесто поднялось. Часик мы подождали. Сейчас его надо будет... Его надо будет... Сейчас ему надо будет немного... Как вам сказать? Как это слово называется? Ну вы поняли. Смотрите, что надо сделать. Кое-где вы можете муку подсыпать. Кое-где можете не подсыпать. Нам нужно сделать... Блин! Особенно касается мужчин, которые меня смотрят. От которых женщины ушли по различным причинам. От кого по финансовым. От кого из-за того, что мало зарабатывает. Не хочет отдавать свою зарплатную карту. Не суть. Относите именно к мужчинам. Не забывайте снимать сосисик, плёнку. Потому что вы закатаете в плёнку. А потом будете мучиться. Второй важный момент. Никогда ровно не старайтесь накатать это тесто. Ровно не обязательно. Приблизительно сделали. Всё равно вы обрежете где-то ножом. И одну полоску так. Оп-оп-оп. Полоска не должна быть идеально ровной. Полоска тоже делается приблизительно ровной. И таким образом берём и закатываем. Первой получилась не очень. Но пойдёт. Не пытайтесь слишком идеально навернуть. Делайте ровно, но не идеально. Без разницы как. Можно так делать. Можно щели делать. Можно без щелей делать. Закручивать. Не имеет никакого значения. Нормально-нормально. Ровно-ровно. Пойдёт. Обратите внимание. Вы можете закручивать абсолютно по-разному. Кому как нравится. Кому как хотите. Хотите щели делать. Хотите не делать щель. Я и так, и эдак. Одну плохо закрутил. Ты самую первую. Вторую нормально. Третью с такими щелями. Четвёртую таким образом. Пятую так. Как хотите, так и крутите. Сейчас ставим в духовку. Сверху чуть-чуть поле маслом. Ставим в духовку. И должно быть минут через 30 всё готово. И будем жрать. Вот. Можете посмотреть, какой результат у меня вышел. Всё выглядит очень даже неплохо. Предблизительно. Так же, как и в пекарне. Плюс-минус. Друзья, давайте наберём под этим видеороликом 400 лайков и 400 комментариев сегодня. Сегодня вечер. Это реально можно сделать. Помогите продвинуть это видео.